Когда нет людей, лягушка кричит, что озеро мое, так и бойцы, когда противник лежит, могут добить его хорошим ударом, несмотря на то, что это бокс. Привет, стройные моржи! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на очень неоднозначные моменты и удары, за которые бойцов дисквалифицировали или делали предупреждение. А были ли они по крысиному подлые или вынужденные, решайте сами. Как спящий вулкан может разразиться лавой, великий боец может тупануть. В поединке Сильвы против Аками, лежа на спине и ожидая атаками атаки и ударов, паук сделал что-то невероятное, а именно всадил пяткой четко в челюсть нависающему над ним противнику, сразу отправив того в нокаут. Но вот большому сожалению, по правилам нельзя бить ногой в голову противника, стоящего на коленях. И Аками дали два варианта. Восстановиться и продолжить бой или дисквалифицировать Сильву. Конечно, он выбрал второй, записав на свой счет победу над великим, реально не имея никаких шансов. Конечно, паук сказал, что он ссыкун и хотел добить подлеца, но судьба показала свой козырь. Спешить нужно везде, кроме могилы. Подумал Газаев в своем поединке против Глухова и решил не форсировать события, а вернее даже не вставать с канваса, работая только с колен. Но это его не спасло. Многие спросят, зачем выходить на бой по ММА, если ты боишься ударов и не делаешь ни одного, а весь бой лазишь по клетке на коленях. Но в этом и заключается великая тактика искусства войны. Делай то, что умеешь, а потом получай, как не умеешь. В общем, Глухову надоело, что Газаев вместо боя исполняет гусиные танцы, и он все-таки зарядил ему ногой в голову, мгновенно отправив нокаут, за что был дисквалифицирован, а победу отдали лежащему на канвасе бойцу. Поединок Маркеса против Барреры был феноменальным, как встреча двух метеоров возле Марса. По ходу боя Маркес завладел инициативой и начал перебивать Барреру, который изредка отвечал одиночными ударами. Но в одном из эпизодов Маркес бросился в атаку и напоролся на встречный в бороду, после чего поплыл и стал на четвереньки. А Баррера, наверное, подумал, что с таким боем это его единственный шанс, и подбежав поближе, решил засадить апперкот точно в голову. Но как ни крути, хоть по очкам, хоть по замечанию, но этот бой он проиграл, и даже такой поступок от поражения не спас. Когда нельзя достать пулей, бесполезно вынимать саблю, но вот граната может сработать. Так и в бою Веста против Салмана не смог отправить в нокаут в стойке, добив прыжки сидячего. В одном из моментов, после обмена ударами, бойцов раскидало в разные стороны, но вот Салман упал на канвас и уже хотел подняться. А Вест решил вспомнить фильмец про ниндзю и с разгона влетел коленом в голову сидячему противнику, а потом запрыгнул на клетку, празднуя победу. Чувак реально не знал правил или не понял, что он вчудил. А у Салмана, между прочим, были переломаны кости черепа. Вот такая она жажда победы и незнание правил. Как бабочка попадает в паутину из-за невнимательности, бойцы улетают в нокаут из-за обезбашенности противника. Поединки Гиррелла и Абрахама произошло именно так. Гиррелл постоянно двигался по рингу, а Абрахам его гонял как бык в красную тряпку. Но в один момент Гиррелл подскользнулся в углу, а это не редкость, когда разливают воду, и упал всем на канвас. Тут то Абрахам и понял, что это его шанс и возможность наконец-то догнать кузнечика своим ударом, за что и был дисквалифицирован. Конечно, он потом говорил, что не понял ситуацию и не видел, что Гиррелл на канвасе, но чувак, как можно было этого не видеть. Бегущий по прериям Бизон не жалеет ни цветов, ни зайцев, а разгоряченный дикий боец просто валит всех подряд. В этом поединке по ММА между Кайлом и Олсеном произошел практически трагический момент. Когда Кайл сбросил с себя Олсена, а тот, сделав кувырок, очутился на коленях, Кайл, недолго думая, с разгону засадил ему ногой в голову. Но этого ему показалось мало, и он, как Чикатило, добавил еще два удара руками. За такой беспредел его отстранили от боем на два года. Чувак реально маньячело, вышедший на бой убивать. Между двумя богачами бедняк не разбогатеет, а между двумя ударами остановиться тяжело. В напряженном поединке между Бика и Мэнди первый завладел преимуществом, и поджав Мэнди в углу, четко его обработал ударами, отправив в нокдаун. Но то ли хотел сработать наверняка, перепутав улицу с рингом, то ли адреналин замутил разум, но Бика нанес жесткий апперкут уже по стоячему на одном колене противнику. Хотя на видео видно, что сначала он остановился, как будто думал бить или нет, но потом все-таки ударил. За что был сразу дисквалифицирован. Не все любят мед, но всем нравится цветение акации. В поединке с Эрмоном и Кэра второй решил выйти на бой, как ценитель своей прелести из «Властелина колец». Что он хотел, я так и не понял. Наверное, как и его противник, который, видать, не любит этот фильм. Поэтому Сэрман тупо подождал, когда оппонент приползет и зарядил ногой в голову. Только вот сразу после этого расстроился, осознав, что сделал что-то не то. Конечно, его дисквалифицировали, а бой признали несостоявшимся. Но, мужики, зачем начинать бой на четвереньках? Если ты боишься ударов в стойке, выступай по грэпплингу. Мяснику нужно мясо, а свинье – жизнь. Так и бойцу нужна победа, но другому здоровье. В поединке Боу против Матисса мы снова увидим Unlegal Punch. Вот только ненужный и очень досадный. Боу полностью владел инициативой, избивая Матисса как перворазрядника. Но в одном из эпизодов, после ближней работы, Матисс уже без сил встал на одно колено, и рефери уже был готов открыть ему счет. Но не тут-то было. Боу в порыве боя всадил жесточайший апперкот, после которого Матисс восстанавливался 20 минут, но так и не смог продолжить Боу. Боу не дисквалифицировали, но бой объявили несостоявшимся. Обидно так отдать победу из-за горячей головы. Не тот догонит, кто бежит, а тот, кому суждено, так и в бою. Не тот победит, кто уложит, а тот, кто сделает это правильно. В поединке Гиды против Ямагучи произошел очень неоднозначный момент. Когда Гида пошел в атаку на Ямагучи и смял того под канатами, второй упал и хотел подняться, но не тут-то было. Гида, наверное, вспомнил свои тренировки по ММА и решил доработать сидячего противника, чтобы не дать тому шансов. Кстати, до этого Ямагучи отправил Гиду в нокдаун. Но самое поразительное в этом моменте то, что Заркоглазый, как крот на лесной поляне рефери, вообще не видел этого удара. И как ни в чем не бывало, отсчитал Ямагучи нокдаун и остановил бой, когда тот не смог восстановиться. Но после потасовки в ринге справедливость восторжествовала и бой объявили несостоявшимся. Пишите в комментах, как вы относитесь к таким ударам и доводилось ли вам наносить подлый укус своему чебуреку. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Субтитры подогнал «Симон»!